Спонсор сегодняшнего видео — комплекс серверов WoW Circle. Большой выбор игровых миров от версии 2.4.3, заканчивая версией 9.2.7, на которых играет более 45 тысяч игроков ежедневно. Периодические турниры с внушительным призовым фондом, в которых может принять участие любой игрок. Проект существует более 14 лет и не планирует заканчивать свою уникальную деятельность. Ссылка в описании. Если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. До старта нового дополнения осталось совсем немного времени. А если у вас имеется эпическое издание, то осталось совсем чуть-чуть. И чем ближе к релизу, тем чаще люди чекают какие-либо новости касательно того, как купить аддон, как можно поиграть, что можно вообще сделать. Может быть, с помощью Game Pass можно что-то интересное сделать. Именно об этом мы сегодня поговорим. Я продемонстрирую вам 5 статей, на основе которых мы можем понять, когда вообще World of Warcraft будет в Game Pass. Это случится рано или поздно. Как это будет реализовано? Вопрос довольно-таки хороший. Нужно ли будет покупать отдельные экспансии или не нужно будет? Нужно ли будет оплачивать обе подписки? Или когда ты оплачиваешь Game Pass, ты в WoW сможешь играть? Собственно, там уже все зависит от желания получить денег, то есть от жадности, насколько это все будет реализовано. Поговорим об этом. Покажу вам все, выскажу свои мысли и немножко обдумаем все вообще прочитанное. Слияние компаний Microsoft и Blizzard произошло в 2023 году, насколько я правильно помню, в октябре. И первая новость, которую я смог найти касательно релиза каких-либо игр, это 21 февраля 2024 года. Филл Спенсер заявляет. Мы намерены выпускать все игры Activision Blizzard Game Pass в день релиза. Игры-то как бы играми, но дополнение для WoW это немножко иная игра, игра другого формата. Если бы они хотели уже WoW закинуть, то они бы уже это закинули, потому что столько прошло с момента слияния, столько различных новостей, а ничего не реализовано. Диабло имеется, новая Call of Duty тоже будет, а тут что-то какая-то несостыковочка касательно WoW. Ну окей, с 21 по 26 августа будет Gamescom, и быть может там будет что-то про аноншу на реально радостное, замечательное, и люди вернутся на свои родные аккаунты. Верим, надеемся, ждем. 18 апреля 2024 года. Перенос WoW на Xbox является мечтой Blizzard. Мечта хорошая, мечтать не вредно, и вы подумаете, при чем тут вообще Xbox? А суть в том, что скорее всего компания Blizzard хочет, ну и Microsoft, закинуть WoW в Game Pass только в тот момент, когда будет готов WoW для Xbox, чтобы люди могли играть как на ПК, так и на Xbox. Какая-то такая мысль у меня имеется. То есть, возможно, это произойдет там через месяц, и нам покажут консольный WoW, а может это произойдет через год. Вопрос остается открытым. Самая крупная статейка, 13 июня, в рамках Xbox Games Showcase было рассказано, что с помощью Battle.net игроки 26 августа смогут поиграть в текущий экспансион. Это первое дополнение в трилогии World Soul Saga. И заголовок то, что новое дополнение довольно-таки хорошо для игры впервые. Почему стоит типа поиграть впервые? И в рамках всего этого шоукейса было просто-напросто показано, что вот у нас есть крутое дополнение, то, что мы вам его продемонстрируем, вот вам новинки крутые, вот оно такое классное, замечательное. Играйте, покупайте наш Welcome to Azeroth бандл, в котором находится левелап до 60-го, 60 дней игры за 25 долларов. Вот вам дата анонса, приходите и играйте с помощью Battle.net. Но про то, что в Xbox Game Pass будет игра, ноль. Просто ноль. Они поговорили на этой конференции, все рассудили и ушли. Дали нам видосик на 23 минуты, и еще видосик на 3 минуты. Кайфуйте. 24 июля 2024 года. На сайте Microsoft человек задал напрямую вопрос. Когда WoW добавят в Game Pass? То, что уже долгое время Microsoft там с Blizzard, и говорили, что все игры будут в Game Pass, так когда в итоге оно будет? Отвечает Kyle. Independent Advisor. Надеюсь, я прочитал правильно. Кто такой этот Advisor? Какую роль он исполняет? Это независимый консультант. Вот внештатный сотрудник сообщества, который использует проверенные навыки, опыт для ответа на технические вопросы в определенных категориях. То есть мы можем нормально опираться на этот вопрос. Он и говорит, я Kyle, я Advisor, спасибо, что интересуетесь. Все будет на официальном сайте. Ждите. То есть WoW – это реально большая игра с огромной историей. Скоро 20 лет этой игре. И просто так в тихушку никто никогда ничего не добавит. То есть будет громкий анонс на эту тему. Будут вам рассказывать просто изо всех щелей о том, что WoW в Game Pass, и все, наконец-то, можно там покупать, можно все прикреплять, можно наслаждаться игрой, там, оплачивать, ну, одну или две подписки, там, покупать экспансион, то есть как они это сделают, да, просто хороший. То есть все можно будет делать, вообще кайфуете, четко возвращаете на свои аккаунты. Но сейчас же этого ничего нет абсолютно. То есть может быть на Gamescom увидим, но на текущий момент пустота. И по-хорошему бы эти анонсы должны быть за несколько месяцев. То есть вернемся к некоторым датам. На примере Diablo. Четвертая Diablo релизнулась в июне 2023 года. Слияние кампаний произошло в октябре. Diablo 4 появилась в Game Pass в марте 2024 года. Также посмотрим касательно Call of Duty. В Game Pass проанонсили ее в июле. И ее релиз в октябре. То есть должно пройти некоторое количество месяцев. WoW на Xbox Game Pass. Скоро можно будет купить в России. Довольно-таки хороший заголовок в виде вопроса, в виде статейки на Дзене. Тут кратко все расписано в формате вопрос-ответ. Можно почитать, можно изучить. Интересные хорошие мысли, кратко изложенные. В целом, в видосике я многое уже сказал. И на эти мысли тоже можно опираться. По факту, тут все вопрос времени. То есть, как я говорил ранее, WoW игра громкая. Анонс должен быть какой-то. Возможно, этот анонс будет на Gamescom. И может быть, нам придется подождать денек, чтобы добавили WoW в Game Pass. А может быть, годик. Тут все зависит от Blizzow, от Microsoft. Когда они захотят добавить, сколько должно времени пройти. На то, что WoW будет рано или поздно в Game Pass. Это факт. На этом все. Я нереально хочу, чтобы все смогли поиграть в ТОВ. Но понимаю, у кого-то это финансовый вопрос, у кого-то это вопрос времени, у кого-то не получилось делать манипуляцию с учеткой, а кто-то просто на игру подзабивает из-за того, что такое отношение к игрокам идет. Я все прекрасно понимаю. У каждого человека своя голова. Каждый думает так, как хочет. Каждый играет в те игры, которые хочет. Все ссылочки в описании. Если согласны со мной, не согласны, касательно каких-то дат, касательно каких-то высказываний, то дайте знать об этом в комментариях. Пообщаемся с вами. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. До скорого.